Недолго вы ждали, дорогие друзья. Мы возвращаемся немедленно к разбору предматчево-аналитики на карте The Inferno с нашими замечательными коллегами The Craig'е и Sleep Sun Wild'ом. Ну и смотрите теперь, Inferno крайне удобная карта для команды КВА-23. Возможно, действительно даже удобнее, чем карта Mirage. От чего команда Marlena Sports, по вашему мнению, будет отталкиваться сейчас, учитывая то, что Inferno тоже про пострелять, а в этом компоненте команда очень сильно уступила на первой карте? Ну, Inferno вообще довольно балансная карта сама по себе, то есть там есть моменты и подумать, она немножко шире, чем Mirage, то есть в плане вот действий, что можно сделать. Можно подфейки делать, можно сплиты делать, можно перезаходить на пленты на B, там, вокруг карты, допустим, если будет получаться, опять же. Но дело не в этом. Дело в том, что К-23 — это не просто какая-то получше карта, это прямо получше-получше карта для К-23. Мне нравится, как ты изъясняешься каждый раз. Да, да. Не прям получше, а получше. Это не только вот так вот, это вот так вот, вот так, это дважды вот так вот, понимаешь? Это как чашечка эспрессо, знаете, двойной эспрессо, эспрессо допио называется, это как два эспрессо в одну чашечку. Вот настолько лучше эта карта для команды К-23. 15 карт и что-то около 70% побед, они ровно играют на обоих половинах, то есть 50 на 50, ну там 51 на 49, то есть они понимают, как на той половине играть, как на этой половине играть, и КТ и Т. Что здесь будут Мэрлиан и Спорт сделать, ну, очевидно, какие-то дефолты, ну, допустим, да. И дело в том, что шутка вообще в чем? Мы абсолютно такую же карту, как Мера, сейчас увидим. И это для Мэрлиан это проблема. То есть в Best of 3 я не знаю, как они К-23 будут переигрывать. Имеет ли приоритетность здесь фактор стороны? Мы вообще не можем, наверное, как-то глубоко об этом говорить, потому что у нас вообще не дать чего отталкиваться у команды Мэрлиан. Для Мэрлиан, да. Атака, потому что у них нет официалок наигранных, значит, К-23, они их не знают, как конкретно, значит, на атаке можно удивлять. Конкретно на атаке, почему? Потому что на атаке вы инициативу проявляете. То есть можно сделать так, что К-23 такие, а, вот так вот, и отлетели. И, допустим, пару раундов так можно взять. Ну, по 3-4-5. Здесь может работать тот фактор, который работал для команды Гронт против Na'Vi вчера, на Дасте втором в начале. То есть ребята просто на плюс-в бежали, и в начале вот именно Дасте второго не ожидали вообще такой Na'Vi. Здесь примерно то же самое, может как-то именно удивить. Но, опять же, это удивление длится сколько? Ну, раундов 5 максимум, не больше, ну, может быть, 6. И все на этом. То есть дальше будет то же самое, что и на первой карте. Ну, раз ты такой притик даешь на раунды, давай тогда уже и на карту, соответственно. Давай 2-0, К-23. 2-0, К-23, 16. Ну, раз это инферно, то, может быть, и поинтереснее будет 16-10. Хорошо, мы ваше мнение, дорогие друзья, проверим уже после карты инферно. Ну, а коэффициент от наших друзей из приматча вы видите на экране. 1-17 на команду К-23, 4,7 на команду Merlin и Sports. По-моему, все более чем очевидно, команда К-23 должна забирать. Ну, а наши дорогие комментаторы, товарищ Мингот и Ани Шаретт продолжат для вас работу на карте инферно. Да, действительно, карта инферно должна быть несколько поинтереснее и поинтереснее для команды К-23, если судить со словом Жени, опять же, с другой стороны. А может быть, помошнее и помошнее может оказаться для команды, опять же, для команды Merlin и Sports. А может быть, настолько очевидно, что очевидно для команды К-23, для нас, что и наши аналитики дали 2-0, и по игре было видно 2-0. Мы с тобой тоже обсуждали еще на карте Мираж, что вполне вероятны 2-0 могут быть раз на своем пике на Мираже, так долго раскрывались. Но иногда команда Underdog может удивлять, и какой-то происходит момент, щелчок, в паузе, какое-то слово от капитана, либо от менеджера, либо от кого-то еще, и команда немного начинает быть собраннее. Типа слова, что-то вроде «ребята, мы летим домой, нам принесите карту до инферно», что-то вроде «я не знаю, что там должно прозвучать, я никогда не играл в профкоманде», понимаешь? Ну, наверное, лететь пока рановато все-таки, да, даже со счетом 0-2 можно выйти в… Знаешь, с такой игрой можно и 0-3 отлететь в группе, и все, вопросов нет. Да, поэтому нужно какой-то фактор, который даст команде возможность отправиться и хотя бы дать бой команде К-23. Вроде бы четыре игрока из Merlin Sports подсобрались по фрагам, довольно поздно, но подсобрались. И пока только Кривда, насколько я помню, не включился в борьбу вообще никак. И вот, возможно, конкретно ему сейчас нужно что-то переосмыслить, взять себя в руки и давить. А кого? К-23. На инферно. Ну, попробовать. Ну, давайте посмотрим. За попытку не бьют, насколько я помню. Интересная мысль, опять же. Ну, опять же, если говорить за инферно, да, обращаясь к статистике, вот ты говорил, да, что подготовиться нельзя. Скорее всего, на самом деле, под другим тегом, кажется, инферно можно было бы посмотреть. Ну, если так, знаешь, зайти в историю, вот это вот все посмотреть. Ну, видишь, под другим тегом статистика за последние месяцы, то есть она сейчас уже не ликвидна будет за те месяцы. То есть сейчас они не играли и могли тренировать, потому что до инферно карта все-таки дефолтная. Мы выделяем как раз-таки три карты, да, второй мираж и до инферно, на которых можно на стрельбе вытаскивать, пытаться. И, ну, соответственно, это будет сейчас та самая карта. Это не Денюк, где более тактически нужно себя преподнести к сопернику, чтобы он был удивлен, что вот именно вот так действовать и здесь все-таки уже дефолт у команды К2-3 налажен. За такое количество времени ребята играют эту карту кто как и давно, и порознь, и в разных командах. Поэтому у них есть и свои уже фишечки, тайминги, понимание. Но вот если это все у команды Merlin Esports, которая начинает в диффенсе, надо инферно. Надо разобраться. Определенно. Ну и давайте посмотрим, к чему же приведет нас вторая карта. Это было три серии, друзья. Все-таки четвертый игровой день эпиклиги продолжается. Нермарт у него в СНГ регионе. Ну и, собственно, пока со стороны команды К23 мы видим, что двое под ложным мидом, да, вот как раз-таки проходят под апарты, а тут Овнер, который отлетает моментально от Норберта и далее выжимает второго саппорта, как раз-таки под А, это был Нейтив. Оставляю в одиночку Ринкула, который находится на 15. Ну и снова мы видим давление от К23 уже в атаке на другой карте. Действительно, Ринкул как снайперская винтовка Merlin Esports, как мейн-авик себя тоже очень долго разгонял на предыдущей карте, но сейчас он стартует с диффенса. И если вдруг команда Merlin Esports этот раунд таки отдаст, кстати, пытается угадывать Merlin с выходом на базу B, перемещая туда, Ринкула также будут принимать 3, пока что в 3. И к чему я веду, что даже если будут форсить Merlin, нужно будет Ринкул оставлять себе на АВП. В любом случае нельзя закупаться на полноценные 2000, которые будут в случае поражения. Ну и что, стягивают всех под БМ, читают вроде как пистолет на раунд, ребята, из Merlin Esports, но ситуация это опять 3, напоминаю. И выходя, атака еще и сплитом через холпу как раз таки идет в КТ. Ну и тут есть ощущение, что лишь только по времени дощелкнутся опять же весь этот замочек. Здесь попадание еще и отадрано по Никите за квадом. Ну и вроде как тройку пробили, а значит Норберт идет дальше. Охотник здесь и я, и в общем-то второго туда же. Он отправляет квадрокилл для Норберта в пистолетки. Просто 5800 после первого раунда зарабатывает себе сейчас Норберт, может купить и АВП под Арборд. Не надо, да? Ну АВП, да, в антифорс раунде, либо в антиэко, не имеет никакого смысла. Никита покупает МАК-7, Ринкл оставляет 50 долларов, понятно. Но вы не забывайте про Панимач, который решил подарить вам кэшбэк. Переходите по ссылке и получаете до 15% кэшбэка от Паримач. Ну а мы смотрим за развитием на карте, что будет дальше. Для ребят сейчас Ринкл реализует первым же выстрелом сейчас свой скаут. Моу погибает, хоть что-то влетает, и очень хорошо. Но он без армора, и нужно как-то переживать сейчас эти фармилки Калашниковы, которые есть. Ой, дробовичок в упоре, ну да, не шот от фейма. Беда-то какая, с другой стороны пошел как раз-таки моментальный ответ от команды К-23. Смотри, как позиционки они будут выжимать этот раунд после контакта от Нордборта. И, кстати, его смерти размен не последовал, немножко не добил. Нилан Носа второго репика уже расправляется с Овнером. Меняет свой ганн, в общем-то, на АК-47. И вот до сих пор нет точного понимания, а куда. Да, потому что, ну вроде как, под Б хочется пошуршать, и под А шуму создали довольно большое количество. Да, тут надо еще как-то с позиционкой разобраться. Может быть, какую-то инфу собрать дополнительную. Но вот после контакта с Хелпой, у Азер на 6хп, например, остается, и говорить уже о чем-то не приходится. Ну вот решили К-23, как мы видим сейчас, идти на базу Б, не прочекав Блэнд. Возможно, там бы нашли меньшинство, которое там присутствует. Все-таки погибает оттенка фейм, размен от Нилана по снайперу коллектива Мерлин. Посмотри, Адерн просто ждет. А его не прочекают даже. Ну а как ты такое будешь чекать? На ком тайминге это так не работает. Ну да, что при выходе на банан с ямы где-то сидит человек в ныщике Кривда последний. Есть у него, кстати, возможность. Если вешает хэдшот по просимнику, но флешка влетает в лицо Нилана. Вот он, хэдшот. А последнему один патрон нужен с любого девайса, который есть сейчас на карте. Фейк Дефуз нельзя открываться сейчас. Адерн не ведется. Он не ведется. Это выигранный раунд для команды К-23. Даже если погибает Адерн, это все равно выигранный для К-23. На опыте. На опыте. Да, но опять же, вот знаешь, вчера был прецедент, да, в матче как раз-таки Гамбит против... Друзья, они же с Мерлин Спортс играли. Кто где, с кем играл? Первый матч по сквалах это был оверпасс 16-летний. Нет, 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 вчера Гамбиты с кем играли? Три часа в Мираж, я уже забыл. Акума. Акума, вот. И там, короче, был момент, когда товарищ из Гамбитов сел до фути до конца. Якобы прони фейкуют. Помнишь? Ну, такой бывает сейчас. История могла бы быть, и Адерн бы мог не успеть. Но 10 секунд на Дефуз, и явно понимал Адерн, ну, точнее догадывался, и верил в то, что Дефуз киты ребята себе не купили. Потому что была оформилка, был скаут, вторая армора. Да, да, да. И очень дорого было бы покупать. То есть редкая команда, которая на форсе берет себе. Так, ладно. Ну, а тут, кстати, закупка от команды Merlin Sports. Фейм уже щелкает Никиту. Хотят до конца додушить экономику атаки. Только вот, знаете, когда инициатива берет верх, да, и вы хотите действительно перехватить. Ну, в общем-то, ход этого матча-то вот здесь. Вам нужно выигрывать принципиально этот раунд. А если вы его проигрываете, то вы даете двукратное увеличение счета своему сопернику. А это уже дорого стоит. Между прочим, Ринкл с Нетивом страдают до самого конца. Борются, как и львы. Но Нилан непоколебим два раунда подряд. Ну, Нилан сейчас очень сильно и вовремя пришел на помощь Моу. Потому что Моу уже впитал урон со скаута. И если бы попадал Ринкл хотя бы на два выстрела больше противнику. А сейчас ситуация вновь такая же для команды Merlin eSports. Когда один в один снова нет дефуз-китов. И снова нужен только один точный выстрел даже не в голову по Моу. И пока не знает, где находится противник Овнер. А времени все меньше и меньше. Молтов. Ага. Ну, все. Теперь надо думать, в пристройке он или где он вообще не работает. Он проигрывает этот раунд опять. И опять же не ведется Моу. Все, ноу тайм. Ну, засейвит. Засейвит Калашников. Ну, ты же по лицу понятно. Ну, а кто знал-то, да? Ну, Молтов, то есть, эта позиция для Молика, мне кажется, была настолько неликвидна. Нужно было как раз таки в тот угол гейтайл Моу. Ты ее чекнешь просто просмотром. Ты не можешь, это по времени полторы секунды. То есть, Молтов мог уйти в угол на банан. Скорее всего, он просто был уверен, что этот Молик сейчас попадет в цель. Но, опять же, когда ты уверен, самого себя переубедить довольно сложно. Ну, не та позиция. Ну, а что? Времени было в обрез. Там либо угадал, либо не угадал. По сетапу 3 плюс 2. Возвращается в режим. Наш как раз таки у нас Ринкоу. Ну, дойдет ли до Каби, пока непонятно. Вот я сомневаюсь, что Мерлин нужно было делать еще один форс подряд. Нужно было успокоиться ребятам. Взять паузу, возможно, и подумать, как 2 Кабай свой сделать. Да, в Калашников приятно. Но, опять же, не у всех есть гранаты. Кривда вообще бегает на дигле первоарморы. Мы видим тут фармилки, калилки. И не поспевает как раз таки за все это атаку Овнар. Еще и погибают опорники. Да, короче, да. Тут команде Мерлин и Спортс придется очень серьезно поговорить. Олежа, нам с тобой нужно серьезно поговорить. Как ты на такое отреагируешь? Да пока не о чем тут серьезно разговаривать, Андрей. Понимаешь, тут все, вот, опять же, идет тем же. Вот той же историей, которая была на карте для Мираж. Пока что мы видим только команду К-23. И далеко не всегда оправданные действия для Мерлин. Я ни в коем случае там не как-то булил или ругаю Мерлин и Спортс. Я высказываю лично свои мысли по тому поводу, что я видел до этого. От профкоманд, как они в этом случае действовали. И, знаешь, это больше похоже на совет в будущее для ребят. Чтобы они смотрели больше демок команд, которые выше их уровня, а их довольно много. Потому что Мерлин одна из команд, которая, ну, может быть, даже в топ 100 не попадает. Может быть, попадают. И вот надо посмотреть. Но они далеки от того, чтобы заходить даже в топ 50 в ближайшее время. Пока не хватает коммуникации, пока не хватает собранности и опыта. В первую очередь опыта. Ну, большая дорога впереди, так или иначе. И если, опять же, не пройдут в плей-офф, расстраиваться не стоит, в будущем еще будут шансы. Ну, чуть попозже, правда. Но ничего страшного. Ну, опять же, как говорил вчера Бумыч, против команды Грон, когда они сыграли, это отличный опыт для любой команды. Безусловно. Которая вряд ли сможет вне этого турнира поиграть с ними в браке или на других турнирах. Это просто колоссальный опыт. И для Мерлин и Спортс даже против команды К-23. Сейчас К-23 не является фаворитами в этом турнире. Но даже против них опыт хороший. Вопрос в другом. Что с ними случилось после победы на этом оверпасе? Неужели так повлиял их матч с вылетами? Абсолютно, мне кажется. И не только в этом, конечно, дело. Но в какой-то степени отпечаток остался определенным. Тут у нас, кстати, экономический. Байда 2000, так называемый. У кого как, у кого где. Ну, собственно, К-23, в свою очередь, пытаются больше от инфы до от минуса где-то, возможно, действовать. И против Мерлин и Спортс это действительно работает, по всей видимости. И в этот раз, если разведка правдива для К-23, да, то выход туда был бы очень крутым решением. Но кажется, что они могут наступить на те самые грабли. Вероятно, вероятно, да. Ну, вот Эмка сейчас на приеме должна сработать. Если не Никита, то пистолеты, сомневаюсь. Тут все зависит, опять же, в первую очередь от ошибки. И мне интересно, почему Норберт не действует под Аплентом. Он бы мог выйти. Там против него Овнер и... Ну, хотя бы информацию собрать. Да, информацию собрать. Кого-то, возможно, перетянуть лишнего с базы Б. Но пока так. Но он будет действовать замыкающим, опять же, да. Его только сейчас проводит второй вектор атаки. А там уже, ребята, 15 секунд практически рано, говорю я. И минус от Нейтива. Далее размина, в общем-то, от Адерна приходит. Но Никита с Адерном продолжает делать череду фрагов. Адерн находит хэт-трик. Но по времени все. Приплыли. Ну, такое. Тут уже ошибка команды К-23. Опять же, не запущенный Норберт, который погиб в окончании этого раунда, потеряв девайс и не получив никаких денег за поражение. Мы видим по экономике команды К-23, что этот мув, который не совсем, наверное, привычен для ребят. Они, наверное, думали, что опять будет какой-то форс, потому что Мэрлиан заставили два девайса. Но никакого шума на Апленте не было, чтобы стянуть эту защиту. И очень поздний выход без какого-либо чека дополнительного тех же самых вазонов. Не, ну ты правильно сказал, Норберду нужно было дергать. То есть в любом случае, вот что-то создавать, какой-то эффект присутствия. Тепо, да, иначе... Все было слишком-слишком прочитано, но так или иначе, продолжаем смотреть за Инферно и очередной закупкой со стороны защиты. А вот в атаке, а в атаке уже пошла шоу-импровизация, это не есть хорошо. Да, там две формилки, два калашниковых, дигл для Норберта. Это действительно не есть гуд. Но может быть, на скиле потащат Нилан Моу. Хотя, опять же, я почему-то возлагаю больше надежды на Фейма. Он слишком хорош в последнем матче у команды К-23. Прям очень хорошо выделяется среди тиммейтов в данный момент. Очень хорошее приобретение для команды К-23, это безусловно. На бойлере Нилан погибает, но успевает забрать с собой. Овнер отлетает также Нейтив после фрага по тому самому Нилану. Есть еще Ринкл в больших песках, но флешечка и... Если бы сейчас не Никита, погибал бы Ринкл, наверное, тут 100%. Добирает еще ему, остается последний. Фейм, Фейм тоже погибает. Это 2-4 и без денег остается коллектив К-23. Каким-то чудом, на самом деле, сейчас Ринкл сделал фраги. Спрей не залетал в 50% случаев. И если бы не тиммейт вовремя подошедшего, возможно, у команды К-23 еще были бы шансы. И вот сейчас хазахи решили взять себе тактическую паузу. А там еще и два авика. Ну, рука к защите, между прочим. А они купили себе один авик. Так зачем? Ну, вот так вот вышло. Возможно, опять же, хотят более, знаешь, так держать дистанцию все-таки тяжело. Но он не сейчас нужен был, на самом деле. Потому что, если уж понимали, что это форс на все, я думаю, они должны были считать экономику. Вот этот вот спрей, хлебный, конечно. Но это больше волнение, нежели не... Тут все умеют стрелять, на самом деле. Все умеют стрелять, просто какой-то вот... Если уже К-23 опытные ребята, кто-то забрал мажоры, кто-то там уже ветеран и пенсионер Контер-Страйка, то здесь ребята максимально молодые, сами по себе. Средний возраст, 19-20 лет. Получается, и, конечно, можно запаниковать, учитывая, что ты еще и первую карту свою пролетел 5-16. И у тебя вот здесь тоже не все сразу получается гладко. Ну, с другой стороны, счет 4-0, ничего не потеряно. Все еще под контролем можно вернуться и сделать неплохой счет, как для первой половины. Но вот она, первая, так сказать, несостыковочка. Нил находит Овнера, который погнался не за двумя, аж за тремя зайцами на ложном миде на втором, да. И, в общем-то, теперь... Вопрос. Вопрос, как будут из меньшинства выходить. И гам подарили, и тут, знаешь, с другой как-то страшно на секунду показалось. Вроде как на титул задоджили, но... Да вроде смотрится не сильно опасно для Merlin eSports. Да, деглы могут навтыкать по головам, но если грамотно сыграют. Но вот эти два авика тоже не в ту, не в ту степь. Это промах, это отъехал, по идее. Да, это промах, и ты на ретейке уже не то, что прям бесполезен, да. Там все равно без арморов можно играть с пистолетом. Но основное оружие-то у тебя ВП, на который ты делаешь ставку. Дожить бы еще три тейка. Смотри, у защиты остаются две флешки, а один молотов. То есть какого-то смока они себе не найдут, и под флешку нужно инициативу проявлять. Но мы видим сейчас Кривда. Норберта забрал, флешку откинул и убежал. Это нормальный. О, вот это... С глока получить хэдшот, серьезно? Тут еще промах, и погибает Ринкл. Что вы творите, команда? Merlin eSports. Что это, зачем? Как вы так неаккуратно и поняли? Хэдшотт. Я... Я сейчас... У меня всерится Пчелкин. Я попрошу вот это вот вызвать полосатый... Полосатого помощника. Как это можно анализировать? Вот я, например, не могу понять. Я сразу сказал, что два авика — это проблема. Они вам... Он не нужен. Купи формилку. У нас с другой стороны... Купи формилку, потом выкинь. Сейчас бы деньги на ветер выбрасывать. Ну, Олег, вы, конечно... Но ты понимаешь, что противник экономический. Тебе нафига сейчас второе ВП? Ну... Купи М-ку. Ладно. О, там кривды еще забирают, пацаны. Да. Ну, как пацана? Он мне в отцы годится. Да ладно тебе. Да ладно, старше Адрена. Он не сильно старше тебя. Я старше Адрена. По идее. Ладно, не будем на эти цифры, друзья, обращать внимание. А будем обращать внимание на то, что нам предлагают при матч, в общем, да, 7,5 на Мерлин и Спорт. 1,07 на Ка-23. Это все нападение для второй. Карты будут 3, а может быть, и будут 3 в целом. Ну, а также не забывайте про 100% бонус депозитов по плану под плеером трансляции. Заодно, знакомьте, шикарнейший лайфлиния в разнообразии. Опять же, датировочек не только на киберспорт, но и на большие спорты, и прочее, прочее, прочее. И множество интересных цифр. Мне стало максимально интересно, прав ли я или нет. Да, забирает Моу. Ну, в общем-то, начало раунда не сдалось для Ка-23, хотя, опять же, потеря снайпера может оказаться проблемой. Нет, он старше на год. Я же тебе и говорю, ты это... Ну, знаешь, в ацетах годится нормально все. У нас пока что фраг по Моу, погиб снайпер команды Ка-23. И вот Ринкл пусть не бегает с авиком. Зачем он 2 АВП сейчас? Не нужно, пока все работает. Нилан находит на этого. Погибает опорник. Ну, пода, пода, в апартах умер. Да, да, да. Ну, пошел на инициативу. Мне кажется, что нужно Мерлин действовать, как вчера пытались Гронде против Нави. Где-то вылетать, делать неожиданные мувы для противника. Дефолты для Мерлин вряд ли сработают. Проблема в том, что Ка-23 как раз-таки ждут мувов и окопались в позициях. Это уже неоднократно видел, когда ловили на Аркаде второго мидера, ловили как раз-таки в Аркаде сейчас апартов. То есть, по сути, вещи Мерлин Спорс попали в некоторый момент, где любая инициатива будет порицаться, но при этом без инициативы далеко вроде как не уедешь, говорят. Ну, нужно, нужно, нужно что-то придумывать ребятам. Да, может быть, не первым таймингом действовать. Где-то прокинуть пару флешек, забайдить на себя какую-то позицию. Возможно играть от Авика. Возможно отжать банан. Ну, кстати, да. Но они делали это со старта, и если что, потом они его отдают. Потому что Ринкл делал как раз-таки прострел в старт мида, в рампу. Он забирал Моу, после этого 5 в 4, но вот потом... Потом уже совсем другая история. Ну, а потом десант... Ну, 10 секунд, опять же, да? Если бы там Овдера не прочекали, или он сделал фраг и не дал возможности пройти бомб-керри в плент... Не, ну не чекнут под козырьком. Это же не уровень уже. Нет, ну, я понимаю, что не уровень. Но будь он в больших песках, например, да, и открывшись через окошко, мог забрать бомб-керри, а у тебя десант под... Удивительно, что именно Норберт с пачкой был, спрыгивая в как раз-таки большие. Может, если бы его убивали в больших флут, там бы точно бомбу не поставили. Вот в чем вся проблема. Ну, это был бы уже... Это уже был бы пранк, вышедший из... Доставка, понимаешь, иногда дает сбой. Кривда справляется, хотя фейм был явно на секунды-полторы впереди и имел больше времени и пространства. И как минимум зрение в этой истории. Но 6-2. Доминация в первой половине пока продолжается. Денег не так много у команды Мерлин и Спортс, но раскидаться могут, к слову. Два девайса можно раскинуть. Будут ли это делать? Или снова дисциплина сработает для Мерлин Спортс? Они как раз-таки берут паузу для того, чтобы подумать. Над раундом под номером 9 стоит ли раскидываться? Но учитывая, что Ринкл купил себе гранат на 500 долларов, у него уже не хватает. На М-ку максимум ФАМАС, чтобы скинуть тиммейту. Ну или фармган. С деглы. Нет, деглы будут 100%. Ну, пускай будут деглы. Опять же, лишним не будет под некоторыми засевленными ганами. А, с другой стороны, таймаут взят. И, в общем-то, Ка-23 сейчас может придумать, передумать своего соперника. Все-таки таймаут не взяли именно их соперник. И как бы не напороться на старые чертежи. Все-таки в какой-то момент инициативу Мерлин и Спортс таки могли перехватить. Вполне. Но могли. При счете 2-4, например. Когда играли против Эка с двумя авиками. Я не давлю на больную точку. Просто меня этот момент немного разочаровал. Ну, немножко поломал, да, так сказать, всю систему. Но, опять же, ребята, нужно справляться с трудностями сами. Ну, а что же нас с вами ожидает далее? Далее ожидает вот тот самый как раз-таки пуш-банан. Правда, Нейтив предварительно, да, отловил Аркаду Апартовку. Да, авик выбивают на Абэ. И, короче говоря, удивительно, да, что команда К-23 после минуса по авику, после второго минуса в упоре дуги не пошли в супер-авантюру выхода прямого в Б. Они ждали снова приемки на... Возможно, они боялись после паузы до какого-то стака и вот именно заманухи. Но, опять же, если замануха есть, авик вперед обычно не лезет. Ну, то есть, это... Странно, странно. Нет, ну, видишь, мы тут с тобой видим не совсем типичный вариант развития событий команды Merlin Esports. Овнер, хороший фраг по FAME, адрент отвечает. Поэтому можно от команды Merlin Esports сжать чего угодно. Этого, наверное, К-23 и постеснялись. Ну, сейчас можно развернуться, да, кстати. Ну, и Кривда один в три. Информация по нему есть ли, непонятно. Но Бомбкерри мы видим у команды К-23. Бежит очень сильно Норберт и волосы назад. Как обычно это бывает. Раскидали базу B. Адрент еще фейкует. Но должен понимать, игрок засчитывает, что ему пора сейвить уже. Ой-ой-ой. Пушку откидывается, чтобы не достать. Бой с тенью там происходит. Но вообще-то да, конечно. Авик, который выпал из команды Merlin Esports. Дроп из редбосса маленького. Правда, правда. Ну, что сказать. Пока К-23 после некоторых пауз все-таки справляется с давлением. Опять же, ответственность на них падала после того самого поражения, к которому мы уже говорили много раз в закрытых квалификациях. Сейчас они встретились снова. Ну, здравствуйте. Здравствуйте, друзья. Действительно, ответка не заставляет себя ждать. И, возможно, в этом Бо-3-2-0 окажется неминуемым. Пока к этому все идет. Пока все движется конкретно и к темпчику, опять же, на второй карте уже, и к такой довольно яркой и простой победе команды К-23. Вот снова показывает камеры, каков Merlin Esports. И снова никакой уверенности мы не видим здесь. В глазах так точно. Да. Больше какое-то разочарование. Ну, понятное дело, да. Ну, вот Кривда, да, игрок, который на камерах, возможно, еще и с карты The Mirage себя так не очень хорошо чувствует. Надо действительно посмотреть статистику данного бойца, как он себя проявляет в рамках карты The Inferno. Ладно, у них не так много. На самом деле было Inferno, но Кривда начинает с опена в раунде. Наконец-то борьба с дугу со стороны защиты выиграна. Преимущество со старта раунда получено. Не знаю, зайдут ли глубоко на бананы, в общем-то, останутся там или нет. Это тоже под вопросом пока. В остальном Ка-23, а парты разведали. Тут вопрос, надо еще как-то с козырьком разобраться, с балкончиком. То бишь, там на цветах сидит молодой человек. Короче говоря, разобраться не удается. И Merlin Esports с агрессивными спотами поддушили Ка-23 конкретно. Ну, хотя бы в этом раунде, да, действительно показали бой. Тот самый Кривда, который сделал entry, немного дал команде подышать, здесь Овнер, дает свой второй фраг в этом раунде, погибает Нилан. И последним остается дядя Дрен, который идет пытаться находить какие-то фраги. У него, кстати, бомба, если убирает сейчас Кривду, который сидит на гробах, то шанс на постановку. Есть клач? Да, но нет. Ну, хотя бы деньги заработать для своего коллектива. Если бы он поставил пачку, хватало бы Фэйма на все, что он только пожелает. Кроме Авика и плетки. Вот так вот. Разобрались. Да. Ну, третий раунд Merlin Esports воевывает. Хорошо. Признаки жизни все-таки есть. Можно работать. Единственное, что надо, забирать все, что остается по-хорошему. Ну, это, опять же, как получится. Не факт. Ну, а по части остального 3 плюс 2, кстати, и трое именно на Б. Так и хотят воевать за дугу Адрон. Хорошо. Ой, а вот хаешка была. Ну, вот ты ее уже не сдуешь, как бы ты ни хотел. Харо отличная флешка, шикарная флешка от Фэйма. Она была такая на контрагрессии уже выкинута Фэймом. И она лишила жизни одного из игроков. Хотя мог до двоих. Если бы там не ускакал Овнер, как я понимаю, который сейчас за цементом стоит. Погибает параллельно еще Ринкл с событием, который мы смотрим на дуге. Цемент сейчас не ждут. Цемент сейчас не ждут, но Фэйм не идет дальше. А ему и не надо, походу. Овнер, а его заметили. Его заметили, он дает один фраг, добивает Фэйма, но Адрен был к этому готов. Нэти в последний. Ну, а теперь уже, да, действительно, вряд ли нам будет четвертый игрок Ашаваса сейчас. Видел тень, нет? Нет, Нила не заметил. Может быть, словил раз фокус в другой точке монитором. Ну и что, дочекает бойлер. Да, дочекает, но перестелять Нейти не удалось. Авик Нейти попытается унести. Ну, а команда Ка-23, в свою очередь, тоже теряет достаточной экономики. Стоит ли, да, искать этот Авик? Ну, наверное, больше да, чем нет. То есть, они понимают, что они раунд отдали 0-5. Но, с другой стороны, там все равно в защите баинут Авик, если что. Ну, посмотри, экономика-то есть. Ну, вообще, да, там Лустрик для Мерлин Еспортс какой-никакой присутствует. Поэтому такая двоякая ситуация. Они сами сейчас тебе больше экономику заруинят, если пойду отыскать этот Авик. Ну, да. Тут я с тобой согласен. Ой. Стекла, бьет. Хулиганы. Ух, хулиганы. Да. Но выживает. Четыре бойца, которые друг друга пытались выбить. Ну, вряд ли пытался Нейти, он скорее выживал, нежели хотел сделать какой-то экзит-фраг. Ну, вот его самого чуть не нашли. Так что все более-менее. Ну, в любом случае, посмотрим сейчас девайс на раунд. Там хватает на все, что захотят ребята. Может быть, даже второй Авик можно сейчас купить. Все, чего душа желает. Да. Ну, вот раунды душа бы желала на девайсы. Вот тоже. Ну, Мерлин. Уже была бы понятна. Нужна интрига нам. Ребята, ну, на 0-2 так выходить нехорошо, если в первом матче, да, была понятная ситуация, почему ребята отскочили так уверенно на третьей карте. Не, ну, за каждой квалах они смотрелись очень неплохо, на самом деле. Там, да. Но там и команда, извини меня, пожалуйста, не в К-23. Ну, как бы они их выиграли, начнем с этого. Ну, в Best of 1 нищетово. А, ну, тогда давай выход. Прямая Б. Никитов погибает за Б1. Да, делает свои приемные размены, как раз таки. Размены открыты также. Ну, вот что-то с Моликом и Смаком там очень долгая была какая-то история. Потушить сразу не удалось. Кто-то был потерян, так или иначе. Нашьют его за квадом, рано или поздно, выбивают точку B. И, собственно, что? Бомба не стоит. Смог и открытие как раз таки из-под пристройки есть. И хороший тайминг может опять же словить Контер-Террайс на выходе из-под Молика. Поздноватый размен от Фейма. Могли вдвоем, по идее, затыкать Овнора пораньше. И вот что-то за Смака такие интересные на проход. Мол, тут немножко озадачен буст не сработал. А вот после этого инфа про хелпуль есть. Ну, теперь уже есть понимание, что это либо на выход из-под вас на этом проспете... Не видит. Не-не, он-то его видел, просто не попал. Ну, и Фейм слышит и дает хедшот. Да, тут, конечно, можно было ошибиться команде К-23. Но, как мы видели, Фейм стабильно выступает на протяжении двух карт уже. Ну, а коэффициенты 11 ровно на команду Merlin Esports. И 1.02 на команду К-23 дает наш друг и партнер париматч. Ну, а также не забывайте про бонус 100%. Где первому депозиту кликайте на баннер по трансляции. Также есть ссылки, которые в чате появляются периодически. Ну, и там разнообразные приматчи, лайв-события на спорт и киберспорт. А мы смотрим за рану номер 13. Остается не так много времени и возможности Merlin Esports вернуться на эту карту. Нужно забирать 2-3 раунда. Желательно 3, минимум 2. Но если не возьмут ни одного, то будет повторение карты Демираж просто в точности. Ох, как снова не удалось поймать Фейма на проходе под смоком. Но инфа про него есть. Сейчас бы флешку сюда, но и Никита отлично забирает Фейма. Отдали еще и под Этадран. Ну, вот Нилон продолжает делать размены пуда. Но жалко-то, что тиммейты так быстро погибают. И, собственно, Моу последний. Четвертый раунд Merlin Esports отвоевывает. Ну, очень похожи на те раунды, которые мы, наверное, для себя и брали. Девайсные. То есть они, если прям берут раунд, то они берут раунд очень хорошо. В плане девайсов. Да, где-то ошибались К-23. Ой, Моу. Ну, опять Этина спасает. Да. 4 хп остается у него. Но тут уже и под мостиком есть игрок защиты. И... Ну, пригибался. Пытался Моу выживать, мансить, но не помогло. И, посмотри, денег-то у команды К-23 не так много. По 2000 есть смысл сделать эко. И на финальный раунд побороться за десятку. Ну, там Моу может дропнуть какие-нибудь пистолетики. Пофлексить. А он решил калаш с армором. Ну, тоже. Ага. Ага. Это план Капкан. Ну, а тут война еще за одиннадцатый раунд потенциально. Может быть, за командой К-23. Они не хотят отдавать ни раунда больше. Да, огневой потенциал сейчас не такой большой. Но если вдруг ворвут, слушают там, как пошла движуха. Никита пытается фейма сцепить. Самому бы не отъехать. Идет в очень опасную позицию. На Ринкл промахивается. Забирает Моу все-таки Никиту. Остается 4 в 4. Ринкл на приемке. К нему пока что никто не идет. Сам на инициативу и выходит. Забирает Нилана. Погибает Норберт от него. Ринкл, прошу прощения, 3 в 3. И инициатива. Сейчас команду Мерлин может наказать. И очень сильно может наказать. Да, об этом мы с вами и говорили. Как раз-таки вроде К-23 максимально ждет каких-то контрмер со стороны защиты от Мерлин. И, в общем-то, попадается в эту ловушку уже неоднократно. Ну, а что поделать? К-23 в плане, знаешь, адаптации сейчас максимально подошли к вопросу. Ловят, ловят на ошибках. Но там, если так присмотреться и более детально разбирать, то если бы попадал изначально Ринкл... Если бы ДКБ, давай вот эти условия. Ну да, то просли в... Ну, вы сами знаете эту историю. Даже не поговорку, а я бы сказал присказку. У нас оскарщик Басин стоит в аналитике. Оставь ему это. Хорошо, я оставлю Декреге его же работу. Хотя бы в этом у него все хорошо получается. Саш, тебе привет. Я думаю, что у меня сейчас начнут уши гореть. А, да, ничего. Месть, она, сладка. Да. И холодна. Должна быть, по идее. Что придумает Мерлин Испортс? На ретейк есть смок и одна флешка. Дефуз киты два набора. Два в три. Можно попробовать найти АВП и засейвить его на финальный раунд первой половины. Но, как мы с тобой уже и говорили, борьба за 11 раунд. УК-23 с этим баем тоже состоится. Но они идут на ретейк. Моу находит Тетева, погибает от... Нет, сказал, что Кривда сможет прицелиться. Но Адрен точным выстрелом в голову Кривда отправляет в следующий раунд. Уже без девайса и без армора. Вот и пожалуйста. Хватать ли на бай? Украинской команде. АВИ для Ринкла, Кривда на Дигле, ФАМАС, Дигл, Формилка и гранаты. Ну, кстати, гранатов довольно много. Прям приятно. Достаточно. Можно работать. Ладненько. Ласт раунд действительно Мерлин Испортс пятерка в защите нужна по-хорошему. Потому что, ну, опять же, никто не знает судьбой пистолетов. А там, глядишь, и 2-0 по домам. Снова Аркада на Дугу. В этот раз Фейм также погибает. И Адрену прилетает. Еще и Норберта нашивают как раз-таки, да. Попадает в голову СВП Ринкл, в частности. Ну, кажется, что вот волнами идет у нас матчап, да. Либо волна на Б, либо волна на А от команды К-23. И все с переменным успехом. Единственное, кто всегда, да, находит фраг в раунде, ну, это, наверное, ленивым, который как раз-таки тут крадется. Крадется, открывает, а плент еще и второго, и третьего может здесь, на самом деле, забрать. Ну, это дело такое. Вот сейчас может погибнуть Моу. Хэд-шот. И, ну, бомб керри хотя бы находится где-то поблизости к пленту. Раскидывает Адрен гранаты, заходит в сайт Кривда. Ждут ли его здесь Кривда. Идет дальше. И контакт у Кривда был выигран, хотя Нилан находит фраг. Еще один Нилан герой. Возможно, этого раунда почти эйсы. Только Овнер смог его угомонить здесь. Бомбу, бомбу, ищи, брат. Ага, вот она. Ну, знаешь, да, наверное, все-таки заложником позиционки оказался как раз-таки бомб керри. Там саппартов очень хорошо тайминга вышел, опять же, игрок обороны. Но, с другой стороны, поставь ты пачку в тупой угол, в самый, да, вот глубокий, то тебя бы саппартов не нашили. Ну, или тогда уже за боксом, который при выходе в плейн сразу же можно было поставить, и он бы тогда был столбом прикрыт от выхода с Малых Песков. Ну, варианты были, да. Но, опять же, решили, как решили. В Самотохе нашел Микрон Хфейм. Команда Ка-23. Угу. Что там, пакет 36,6. Да, нужно быть здоровеньким сейчас. Запасть на все случаи жизни. Угу. Ну, и Кривда снова. На ваших экранах. Ну, кстати, довольно забавная футболка. Такая. В приятных цветах, но непонятно, что нарисовано. А за тобой еще интереснее. Это все современное искусство. А, ну я в искусстве вообще ничего не понимаю. Даже не близко. Я как-то пришел в музей современного искусства. И либо это было настолько очевидно, что вот прям не нужно было объяснять, что стоит болт какой-то вот. Просто обычная какая-то гайка и болт. Написано гайка и болт. Ты думаешь, окей. Ты смотришь на картину, там что-то нарисовано, а там какое-то очень сильно замысловатое название. Абстрактная картинка какая-то. Да, и ты стоишь, втыкаешь в это и думаешь, а все ли со мной в порядке в этом случае. Потому что если я очевидную вещь понимаю, то здесь вообще... Картину смотрелось как в зеркало получается. То есть я похож на жижу, по-твоему, в красной оси. А это я не знаю, как ты себя позиционируешь, друзья. Давайте узнаем, что же будет со второй пистолеткой. Потому что что важно, опять же, раунд для коммоды Marlin Sports во многом. Они, кстати, в пятнашку врываются аж в пятером. И выдавливают малые, но орбит из-под больших работ вместе с феймом. Отлично, просто тир устроили ребята на пару. И Кривда такой, ну а что еще мне остается? Ну ему остаются фраги для себя. Улыбается, улыбается. Ну ух ты, в 0-2 полетим. Ребят хорошо, как хотели, как планировали. Но его заметили. Здесь нужны фраги. Хотя бы по плюс 300 заработать себе дважды. И уже будет неплохо для потенциально девайсного раунда. Нельзя Marlin в случае поражения сейчас делать форс. Нельзя. Я понимаю, что могут. И если он сработает, они могут вернуться по счету быстрее, чем в случае экономического. Но слишком опасно. Слишком опасно. 9,3 на Marlin Esports. 1,04 на команду К-23. Дает париматч. Справедливые коэффициенты. И, соответственно, не забывайте про баннер по трансляции на 100% бонус к вашему депозиту. Впереди еще очень большая дистанция по раундам для команды Marlin Esports. Они это понимают. Делают эко с пистолетами. Ну, опять же, 12-13-14 раундов. И там уже будет полная беда. Кривда открывает этот раунд с минуса по Норбергу. Который на главке оказался, ну, так сказать, не в самом приятном положении. Ну, Норберг что-то вот фрагов надел вначале, а потом под успокоение его. Через смок прилетает хэдшот на Нила, на подбитый Адрен. Значит ли это, что свой даже нет бака бай, какой-то вот безарморный дигл глока по 250 бай? Можно потащить. Кривда уже заходит на КТ. Постепенно будет ожидать там и только один напорник. Это номер 7. Фейм сейчас должен делать чудо для своего коллектива. Чтобы выиграть и побороться за этот раунд, ему нужно убивать троих минимум. Да, и на него облава со всех сторон абсолютно. Всех сразу ты не убьешь. И да, действительно, двух выдавил, но размен присутствует от атаки. Кривда в Атли... Так, два ножа за две карты для команды Merlin Esports. Первый нож у нас показал Овнер. А сейчас мы... Разве не Никита, который на Мираже? А, Никита, да, ты прав, абсолютно. Никита сделал... Порезал Норберта за плентом. Ой-ой-ой, ты посмотри... А тут... Это же тайминг! Это Ниндзя Дефус сейчас будет, друзья, подождите! У него смока нет. Да, ну какая разница? Он попытается. Это может быть очень крутой момент. Моу не шумит. Он нажмел! Ну не-е-е-ет! Натопал. Аккуратно. Вот мне казалось, что Овнер сейчас может затопить. Обвести игрока команды К-23 и не попасть в нужные пули. Когда, к тебе соперник садится спиной, и ты знаешь, как это... Закон подлости, спину убить всегда сложнее. Поэтому лучше вонтепчик, вонтепс, все дела. Но Найстрай от Моу, конечно, отличнейший раунд от Merlin Esports. Я бы сказал, что и от Фейма тоже Найстрай. Он все-таки двоих смог принять. Не, ну там он бы никак на всех не перевелся. Ну там просто сверху, снизу, слева, справа. Вообще-то все толкни со спиной, короче. Ну знаешь, какой рандом бывает? Залетаешь, что игроки вылетают просто к тебе в один ряд. Такого не бывает. Да, в один ряд, и они без армора все. Там можно было просто шинковать. Ой, а за что? Тиммейт это по ногам. Стрелять не надо. Ой, какой врыв под флеш. Ну не говорите мне, что в ответ пистолеты с арморами и одной флешкой работают. Плюс два девайса для К-23. Пока еще не идут забирать. Понимают, что может прилететь ответ. Кафе им находят Овнера. Два в пять. Повтор прошлого раунда. Только команды решили действительно свапнуться историями подобными. Ведь вообще ничего не предвещало беды. Ну зачем вы против... Пускай там хоть Эко, хоть Фор. Зачем вы так торопитесь? Торопитесь. Но АВИК очень близко стоял. Очень близко. Ну а под машину, под стенку эту. Там же даже времени толком не прошло, и флешка была накинута чуть ли не по таймингу просто. Понятно, что это был сетап от К-23, но тем не менее. Ой, ищи в спине. Ну да флоу лист. Квадрокилл для Адрена. Отличная работа от Адрена. Вопрос супер вообще. То, как исполнили Мерлин, конечно, тоже. Ну и у них снова нет. Это так не играется. У тебя АВИК обычно стоит либо на бревнах, либо на выходе на банан с ямы. Ну они поторопились, понятно. Да, они поторопились, не ожидали, что будет такой быстрый врыв от команды К-23. Такая точность риба. Начнем с этого. И флешка была шикарная от опорника базы Б, которая не позволила ребятам раскрутиться из Мерлин. Ответный форс. Три калаша есть. Атеки присутствуют. Мало гранат. Остается лишь... А, все, нет смоков. Только две флешки. Попытка разыграть. Адрон уже готов. Хаешка прилетает, но мимо кассы. Не получил вообще никто урона. Ну и пока просто попугали друг друга гранатами и перспективами. И разошлись. Прилетел на голову. Адрон зацепился как раз таким с Овнером. Ну, Овнер был девайс попроще. В плане именно дэмонжа. Так что понятно, что 4 в 4. Стягивает моментально еще и Моу сюда. Ну, в принципе, пускай. Тут опять же все будет зависеть от Алла, насколько хорошо сыграют на приемке ребятки в защите. Ну, на Б-базе сейчас очень серьезный акцент опять же есть. Понятно, пойдут ли до конца. Да и из гранаты что там одна флешка всего лишь навсего, смока в халпу нет. А Моу играет вообще-то от гранаты. Занимает опять же позицию полугла. Единственное, что, да, Нил на заходе сделал фраг. Моу расприли. Но при этом Нил живет до конца. Еще и мог третьего здесь цепануть. Но патроны в МК, к сожалению. А была бы тридцатка? Но он там еще не попал. То есть мансовал Ринкл. Приседал. Он занимался... В голову же дал. Он дал в голову, но с Эмки. Ну, я же говорю. Поэтому девять ТП осталось. А была бы тридцатка патронов бы хватило. А там был бы калаш, и патронов бы хватило в фоносвете. Но у нас пока что два в два. И Фейм очень вовремя оказывается в спине. Ринкл на авике. Ему нужно чудо. Ему нужно два точных попадания по противнику. Первое присылать. Второе. Не получается. Уже прошел Фейм в тот угол, где Ринкл не ожидал противника. Еще до сих пор думал снайпер команды Мэрлин и Спорт, что противник не начал заходить. Ну, а вот у тебя и тринадцатый раунд для команды Ка-23. Да, поставили бомбу. Но с экономикой все так же не ладится у атаки. И теоретически бай до двух тысяч. И выходить на счет 14-6. Где-то я уже это видел. Примерно на прошлой карте. Ну, да. Где-то. Но было бы сейчас большой ошибкой для Мэрлин и Спорт сделать форс. Максимум два кабайта. Правильное решение для ребят. Даже при таком неприятном счете. Они еще понимают, что где-то потенциально не могут доставить много проблем команде Ка-23, если повезет. При том, что никто не отменял раунд с деглами, который они уже брали против команды Ка-23. Сейчас даже парочка арморов имеется. Есть какая-то лишняя флешка, оставшаяся здесь. Может быть, даже и тут поборется за выживание. Семерку взять для них было бы максимально приятно, оставив при этом защиту без экономики. Но Адрен продолжает аннигиляцию. 19 фрагов на 11, потому что Овнера также забирает. Тут Моу на ланге. Ждет выход от игроков с Мидла и с Бойлера, но на Бойлер работает Норберт. Что будет, это идеально или нет? Все-таки Ринкл последний. Да, действительно, пока даже ни одного дэмиджа не нанесли по сопернику ребята из Марленн Спортс, что досадно. В принципе. Ну и мистер Ринкл. Звучит, кстати, какой-то персонаж. Мистер Ринкл. Идеально, идеально. Перфект. 14-6. Два раунда до победы команды К-23. В рамках всего best of three матча, но и слишком долгий путь для камбэка. У Мерленн Спортс им нужно брать хотя бы 8 подряд, а звучит довольно дико, чтобы выйти только на паритет по раундам временный. Они даже не выиграют в этом случае. Им нужно для этого 10 подряд раундов брать. Либо хотя бы 9, чтобы обеспечить возможность овертаймов. Но против таких К-23 мы видим, что на протяжении уже двух карт очень сложно бороться. У них где-то по слепе, где-то по решению внутри раунда не выходит. И может быть даже они где-то, что странно, по баю иногда не угадывают. И все складывается воедино. Получается вот такой автобот, который просто не под силу Мерлен. Ну что, Адран Аркадий, это как раз-таки дугу под флэш. Это все опять же в связочках, никакого, не знаешь, там, солом, мументом. Кстати, Гэпс Мака пытался сыграть Адрана, его за дело поймали. С другой стороны, Моу ловит Аркаду. Ма-15, то бишь погибает уже Овнар. И что по расстановке. Моу возвращается в арку на как раз-таки балконе. Все еще отыгрывает Мистер Фейм. Спрыгивает в больший. Его тут серьезно пытаются как-то парировать, но Моу вместе с Феймом по минусу. И вот уже 4 в 2, конечно. Перспективы. Очень и очень грустный Фейм. Еще и Ринкла здесь забирает на карете. И, в общем-то, все. До свидания на 15-й. На Кривда должен делать эйс в этом раунде, чтобы попытаться выйти на седьмой раунд для своей команды. Но все выглядит максимально неуверенно. От него. По нему информация есть. Может даже попытается уйти на Б. Но как только повернулся в сторону Мидла, Норберт его здесь в ухо. Хэдшотом и забрал 15-6. 9 мап и матч-поинтов зарабатывает коллективка. Вот какие цветочки. Весна, расцвели. Так и похорошала Инферно при Эншенте. При Гейбене. Хорошо-хорошо. Но тут Зиглы, МАК-10, Скаут, Бай. Очень неоптимистичный. Для атаки сейчас. Ну и все хорошо. И даже в плане экономики для Ка-23 мы уже не говорим про счет. Так что... Ну, надо бороться. Идти до конца. Стараться. И, может быть, это вознаградится хотя бы браундами и верой в себя в дальнейшем. Погибает Адрен. Немного не туда воевал. Ждал, что в смоках находится противник, но никак уже не ожидал машину. Так, ну и что же. Закидываться дополнительным молем. Но, опять же, мы видели раунды с преимуществом от Мерлина Спорта. Чем они зачастую заканчиваются. Грамотные позиционки все равно добиться не удается. Под вторую флеш. Уже открывается. Норберт ловит Никиту. И видел еще двух, как минимум. А там еще и бомба дропалась так, что информации на Ка-23 было с этого момента довольно много. Вопрос лишь, как они и воспользуются теперь. Все-таки так и оставляют. 2 плюс 2 плюс делают подсадку. Как раз-таки к лумбе и посмотрим. Может быть, это и сработает. Но, кстати, не идет Норберт занимать гробы и как-то отыгрывать от руин. Он будет байтить на себя, чтобы не чекнули подсадку, а подсадка сделала всю работу. Ну да, да, логичное завершение. Хотя оказалось, что и Кроссфайер здесь довольно уместная. Да, как раз ты абсолютно прав. Начинает нашивать. Все совершенно не ждут. Погибает Ихиевнер, Нилан добивает противника. 4 в 2 и тут уже, конечно, скауты. Одна М, Молик на Б3. Там только курочка. Ну, уже жареная получилась. Но этот ритейк должен быть максимально легким для Ка-23. Погибает первый Мнете, Фринкл со скаутом. Ну даст он фраг, ну даст второй. А чего дальше делать? Ничего бы один хотя бы. Ни одного. Да, друзья, Мышнат 6-2-0 по картам от ребят из Ка-23. В общем-то, реванш они действительно провели гораздо более удачный, нежели первый матч в рамках закрытых квалификаций, где не проиграли команде Барлинг спонсор на оверпассе. Но это все уже дело былое. Ребята подтвердили, что это была лишь ошибочка. Так всю боль. Ка-23 сейчас отомстили. Но это формат Бест-Оф-1. Там, возможно, была какая-то другая мотивация, какие-то другие взаимоотношения, возможно, между друг другом, потому что еще были закрытые квалификации. Но что было в рамках этого всего Бест-Оф-3, уже наши ребята из аналитики полностью разберут. Да, команда Ка-23 действительно деклассировала своего оппонента из команды Морлеан и Спортс. И более того, Морлеан теперь выходит на серию 0-2. А что это значит? Это значит, что если свой следующий матч команда Морлеан и Спортс проигрывает, к сожалению, для них какие-либо шансы в рамках этих РМР квалификаций будут закончены. Ну что же, дорогие друзья, по горячим следам карта Инферно. Как бы оно действительно символично не было, Инферно и Пекло. По-моему, слишком жарко от команды Ка-23, но и слишком мало идей по итогам первой половины от команды Морлеан и Спортс и довольно слабая реализация каких-то индивидуальных моментов. Что в целом не пошло у команды Морлеан? Почти что все. Ну, в смысле, если так просто сказать, на первой половине практически во всех случаях Ка-23 на атаке катали как хотели, на Б-планете особенно. Очень важный момент. Разве что у них там не получалось пару раз, когда они прям забыли про время. Вот были такие моменты, что вот уже выходит, ну, прям супер поздно, там, 12-я какая-то секунда, ну, нереально уже. И ребята уже совсем сами, Ка-23, в смысле, запутались. Морлеан, например, такие раунды взяли. То есть просто к слову, да? А самое смешное, это вся первая половина. А вторая половина я прям, вот, вот, есть слово такое прекрасное, прыснул прям вот на русском языке. Когда Мерлен Испорт, уже на второй половине, будучи в атаке, отобрали у Ка-23 банан. У Адрена там, правда, не все получилось, но мне просто очень понравилось. Адрен с ребятами отошли назад. Я потом такие, а что, типа, а чем мы вообще заняты? Давай обратно отберем. Под флешку Адрен врывается на Б-цемент. И еще кладет смог. И, по сути, отбирает банан за 5 секунд обратно. Если бы он туда дальше не пошел, потому что он погиб просто в том раунде, если бы он туда дальше не пошел, и Мерлен была бы такая ситуация, что то, что они забрали банан раньше, не имело вообще никакого смысла, потому что нужно перезабирать было снова. То есть Ка-23 реально катали, как хотели. Но это прям вот сильно кратко, как бы, и очень-очень сильно глобально. Да, да, абсолютно любые раунды. То есть они медленно играли и быстро. Но в основном они больше медленно играли. Мы помним парочку раундов, вот, когда они играли с деглами. Это уже ближе к концовке карты, когда ребята закупились. Ну, то есть выиграли пистолетку, проиграли пистолетку, закупились. И выиграли пять в ноль вообще. То есть там Адрен сделал квадрокилл. И именно вот в этих раундах был очень быстрая поджимка. Но в целом, если глобально говорить об их защите, ну, ребята вообще даже не парились. То есть на них выходили, они их спокойно перестреливали. Вообще ничего не получалось у ребят с командой Мерлеан. Ну и, в общем-то, в общем-то, с самого начала мы вот вчера видели по поводу ножей. Тоже очень много ножевых, очень много хороших, интересных фрагов. И, конечно, в этом плане тоже зрелищности добавляют. Ну, а так, если в целом говорить, то, наверное, ожидаемо. Тем более после первой карты то, что мы увидели от команды К-23 продолжился. Ну, по поводу Инферно, вот, очень важный момент. Просто карта Инферно, она прям благоволит к разбору конкретной позиции. Это банан. Очень-очень прям понравился банан от К-23. Такой он прям упругий, живой вообще получается. Я, кстати, очень удивлен, удивлен, что вы не говорите про то, насколько слабые пистолетные раунды у команды Марлена Спорт. Кстати, очень странно, потому что, насколько я помню, у них были хорошие пистолетные раунды. И почему-то вот сегодня... Ну, как тебе сказать, на первой карте вторая пистолетка, да? Если я правильно помню, я правильно помню. А у них залетела первая, собственно, не залетела. Здесь уже на второй карте, видимо, давление... Вот одна пистолетка из четырех взятая. Ну, получается, да. Это минус... Ну, давайте мягко говорить. Минус шесть раундов. Ну, там, в зависимости от сетапа, да, как бы закупки, но грубо. Типа четыре тире шесть, если вот прям вот так вот раскладывать как следует. Ну, ты молодец, что нас, наверное, навел вот конкретно на этот момент. Но просто если сказать о нем, по-моему, ко второй карте там уже настолько давление на Марлены Спортс было. Просто карта Дейнферна — это прям буквально фичерная карта конкретного состава К-23. То есть она одна из лучших карт у них. Ну, в смысле, одна из самых наигранных, одна из, собственно, самых прям приятных. Так что тут, честно, даже не то, что в пистолетках-то дело. Я прекрасно понимаю, к чему ты клонишь, что можно было как бы добрать, да, вот какой-то вот еще стак раундов, чтобы получилось те самые 16-10, о которых я говорил, как раз, кстати говоря, перед началом карты. Но даже это не вышло. Ринкл опять. Отмечаем Ринкла. Опять Снайпер в топ-1. Классно отыгрывает, безусловно. 16 фрагов, топ-фрагер своего... своей команды. Ну, хорошо играет в целом, действительно, но вот не хватает частенько... Ну, против Б и Банана К-23 я просто не знаю как. На первой половине мне Б очень сильно понравилось у К-23 плюс Банана, а второй половине, черт возьми, мне понравился Банан. Не то, что защита Б, а просто Банан. Так, дорогие друзья, у нас по горящим следам как раз-таки есть интервью с игроком команды К-23. Это Фейм. Фейм приветствует тебя. Как твои ощущения после реванша в той злостной серии на карте Оверпасс? Доволен ли ты своей командой и своей игрой в частности? Да, всем привет. Конечно, доволен игрой своей команды. Наконец-то мы доказали, что первая наша встреча была скорее лишь какой-то недоразумением, так сказать. И сегодня достаточно уверенно отыграли две карты, показали свою хорошую игру. Ну, конечно, и было не идеально, были ошибки, но в целом неплохо. Скажи, пожалуйста, Фейм, вы рассчитывали, что соперник сегодня может инстапикнуть карту Оверпасс, которая была буквально неделей ранее? Мы были готовы играть Оверпасс, любую карту. То есть вы действительно готовили после того матча, вы разобрали свои моменты и действительно ожидали даже пик от них и готовы были отыграть этот Оверпасс на 100%? Да, да, смотрели вчера, готовились. Понял. Ну и мои господа аналитики, есть какие-то вопросы? Фейм, привет, поздравляю с победой. Фейм, скажи, пожалуйста, вы конкретно разбирали проблемы в плане начала? То есть было видно, что там на прошлых матчах у вас не всегда получалось с самого начала врываться в карту. Идется вот именно конкретно об этом аналитика или просто как пойдет? Может быть, это какая-то случайность была? Да, обсуждали, думали, почему так произошло. Но, если честно, первая вот та игра, Best of 1, просто первые раунды мы не включились, отдали свои раунды, совершили вообще критические ошибки. В частности, я совершал очень глупые моменты у меня были, совершал ошибки. Короче, мы это все разобрали, поняли нашу проблему, обсудили. И сейчас в более хорошей форме пришли к этому матчу. Показали свою игру, в принципе. Вопрос сразу следующий. Еще раз, да, поздравляю от нашего аналитик-деска, в принципе, с победой. Полностью доказали то, что в Best of 3 серии, ну, Мэрлин вам не читал, судя по всему. Вспомним первую карту. Вот как раз начало Best of 1 против Мэрлин, оверпасс. Конкретный момент хочу узнать. Тогда я просто как имитатор-аналитик прям вот глаза не смыкал, за Моу смотрел. Тогда у него прям совсем день не пошел. То есть было вот у вашего, да, основного снайпера прям вот все суперплохо. Сейчас я вижу, что он полностью вернулся в форму вот относительно того матча. Полностью закрыл свои ошибки. Расскажи, пожалуйста, конкретно, как бы насколько Моу был недоволен, например, своим перформансом тогда. И что вообще происходило после. То есть он понимал то, что тогда было прям плохо и нужно это исправлять. Ну, если честно, я бы не сказал, что мы проиграли только из-за этого. Но лично Рус, он посмотрел свою игру. Он понял, в чем его ошибка. И он сразу же в этот же вечер сказал, как он будет играть в следующие игры, в чем его была ошибка. И, соответственно, чуть-чуть поменял свой стиль и уже сегодня лучше сыграл. Но даже учитывая то, что у него он плохо отыграл тот матч, это не из-за него мы проиграли. Там, условно, у меня я набил там фраги, но я там 2-3 момента критических допустил. Критические ошибки, из-за которых, скорее всего, проиграю. Так, Фейм, ладно, в любом случае еще раз с победой. Спасибо тебе за уделенное время. Ну и, конечно же, передавай приветы болельщикам, фанатам, возможно, родным, близким, девушке, кому-либо еще. Спасибо большое. Передаю привет всем нашим фанатам и хейтерам. Болейте за К-23. Пейте энергетический напиток Арабао. Всем спасибо, всем удачи. Все, спасибо. Дорогие друзья, это был фейм-игрок команды К-23. Ну, довольно действительно позитивный настрой у парня. Ну, действительно, из чего выгрустить. Вышли в серию 1-1. Это значит, что команду К-23 мы увидим еще минимум дважды. И в серии победили, ну, то есть с большим перевесом. И, так сказать, продакт-плейсмент отработал. Ну, а просто билисимый, господи боже мой. Всем нам поучиться просто надо, да, у этого человека сейчас. Ну, вот заметно, да, вот он тоже сказал, да, по поводу Моу. Представь себе, да, человек, то есть он осознает то, что произошло. В этот же вечер сел и такой, ага, здесь, здесь, здесь. Поправить, поправить, поправить. Ну, Жень, прости меня, конечно, за жалчь, но было бы очень странно, если бы он этого не сделал. Не-не-не, дело не в этом. Дело в том, что есть очень много игроков вообще, включая в дисциплине Counter-Strike, как говорится, и спортс-дисциплине. Не только этой, просто которые не делают этого, понимаешь? Так что Моу тут, ну, киберспортсмен, черт возьми. Красавчик. Ребята, на этой позитивной ноте мы с вами не прощаемся. Мы говорим вам, что следующий матч начнется по расписанию в 17.00 в Москве. Значит, есть у вас время покушать, сделать свои дела и спустя какое-то время вернуться к нам. Так что далеко особо не расходитесь. Субтитры создавал DimaTorzok